Всем привет, друзья! Меня зовут Лена и я рада приветствовать вас на канале о вязании. В этом видео я хочу подвести итоги моего летнего вязания, поделиться с вами своими успехами и неудачами и, наконец-то, перейти к осенне-зимнему вязанию, по которому я, если честно, очень соскучилась. Возможно, моя усталость от летнего вязания связана еще с тем, что я начала вязать летние вещи еще в конце марта и начала с вязаной футболки анатомическим регланом сверху. И на моем канале есть подробный мастер-класс по расчетам такой футболки на любой размер. В начале апреля у меня была неделя стартов, где пять дней подряд я начинала новый проект на летнюю тему. Это были как плечевые изделия, если можно так выразиться, конечно. Это был топ своеобразный вырезом, связанный тунисским крючком и вязанный бралет спицами. Также это были аксессуары, резинка для волос в стиле 70-х и соломенная повязка из рафии. И последним проектом была плетеная сумка-авоська Макраме. Следом, в течение нескольких месяцев на моем канале выходили подробнейшие мастер-классы по вязанию летних вещей. В апреле это топ своеобразным вырезом и бралет спицами. В мае это топ с американской проймой и сумка из рафии. И в июне это вязаные трусики. Я подумала, что если связать бралет из пряжи, которая подходит для вязаных купальников, подходит для купания в такой вещи, то дополнив трусиками этот бралет, получится прекрасный купальный комплект. И в целом этот сезон летнего вязания получился для меня очень продуктивным. И он наполнен радостными моментами. И эти моменты связаны с тем, что вы вяжете по моим мастер-классам, публикуете свои изделия в Инстаграм и отмечаете меня на них. И каждый раз, когда я вижу ваше воплощение по моим задумкам, это делает меня чуточку счастливее. У меня даже в Инстаграм есть отдельная папка с вечными сторисами, она так и называется, по моим МК. И туда я сохраняю все-все ваши публикации. И сейчас я предлагаю вам посмотреть на некоторые из них. КОНЕЦ Также именно в этот сезон летнего вязания я задумалась над вязанием домашних вещей. И это во многом связано с той ситуацией, которая сложилась в этом году в мире с нашим вынужденным нахождением дома. Для меня стало важным связать что-то комфортное, уютное для дома и при этом красивое. И у меня родилось два комплекта, которые я показывала в видео о готовых работах за май. Это комплект связанный из камтекс хлопок травка, такой пушистенький, беленький. Это шорты-трусы с высокой посадкой и топ. И также второй комплект связан полупатентной резинкой. Это шорты и кроп джемпер. И вот как раз таки на последний комплект я получила от вас огромный отклик. Было много запросов как раз таки на вязание шорт. И я решила, почему бы не попробовать совместное вязание. И в конце июня, в начале июля, около двух-трех недель, в закрытой группе WhatsApp проходило совместное вязание шорт. К сожалению, в эту группу я не смогла включить всех желающих, поскольку это был мой первый опыт такого совместного вязания. И для меня было важно помочь максимально каждому. Но запросы на мастер-класс по шортам продолжали поступать. И поэтому после окончания совместника я решила выпустить описание. Это также мой первый опыт составления PDF-описания, поэтому я подошла очень основательно и потратила достаточно долго времени. В PDF-файл я включила не только подробнейшее попетельное текстовое описание на 4 размера 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Но также я дополнила все это описание большим количеством фотографий, большим количеством схем на каждый размер. А также видеофрагментами сложных технических моментов. Поскольку я считаю, что мы все разные, кто-то хорошо воспринимает текстовое описание. Кому-то важны схемы, и он может только по ним связать. А для кого-то очень важны фотографии. И, конечно, безусловно, важны видеофрагменты, особенно с голосовым сопровождением. Поэтому эти все материалы я и включила в свой PDF-файл, в свое первое описание. И сейчас это описание уже доступно к покупке, поэтому если вы хотите связать такие шорты вместе со мной, то напишите мне в Instagram, Direct или в личные сообщения ВКонтакте, и я объясню все подробности покупки данного описания. Как я уже сказала чуть ранее, работа над этим описанием заняла у меня достаточно много времени. И все остальные проекты и задумки ушли на второй план. Также именно в это время, в июне, в начале июля, у меня случилась вязальная неудача. Об этой неудаче я уже говорила во влоге июньском и показывала даже вам. Это была футболка с подплечниками. Та идея, которая просто горела внутри меня. Я связала ее сверху вниз до подмышек, до линии груди. Вязала я, кстати, ее из пряжи от Sunnest Garmin Tin Line. Такой очень красивый цвет. Сине-серый. Но самая главная загвоздка у меня случилась как раз таки на моменте вывязывания передней части. Я хотела внести небольшую фишечку в это изделие. Сделать его очень интересным. Но в итоге, в результате нескольких перевязов, у меня не получилось воплотить эту идею в жизнь, воплотить эту идею в этой вещи, из этой пряжи. И в какой-то момент я просто решила больше не тратить свое время, больше не расстраиваться от этих перевязов и распустила этот проект. Поэтому футболки с подплечниками в этом году уже не будет. И, скорее всего, вообще не будет, поскольку это, скорее всего, модное явление одного сезона. Хотя это, конечно, не факт. Также я неоднократно вам рассказывала о том, что я вяжу вещи в магазин, офлайн шоурум местный, на продажу. И также я принимаю заказы. Редко, но вяжу на заказ. И вот последним заказом был неожиданный для меня заказ, пришедший из Америки. Туда я вязала не что-то новое и необычное. Я вязала на заказ, опять же, топ-своеобразным вырезом, тунисским крючком. И вязала бралет спицами. И сейчас уже этот заказ отправлен. И я очень переживаю и постоянно проверяю трек-номер, потому что я впервые отсылаю так далеко свои вязаные вещи. До этого были заказы из Европы, но вот из Америки первый раз. Поэтому я переживаю. Держу пальчики, чтобы посылка дошла достаточно быстро, поскольку мы знаем, что сейчас почтовое сообщение немного затруднено. Но я очень надеюсь, что посылочка придет к заказчице и она будет очень рада. Ну и последней вещью, связанной в этом летнем вязальном сезоне, стал жилет Майка. Вот так выглядит этот жилет. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть его видно в кадре, поскольку он достаточно длинный. Но здесь обязательно будут вставлены фотографии, как этот жилет смотрится на мне. Почему я называю этот жилет? Потому что он задуман не только носить на голое тело, но его можно будет носить и на белую футболку или белую рубашку, поскольку проймы достаточно сильно опущены вниз. Этот жилет связан из пряжи Ализе Белла. Ушло на него примерно 6 моточков, около 300 грамм. Поэтому, к сожалению, я не могу вам показать моток в кадре, поскольку я практически полностью завязала эту пряжу. По основным характеристикам это 100% хлопок, он не мерсеризованный. Если вы со мной давно, то знаете, что я не люблю вязать из мерсеризованного хлопка. Но вот этот хлопок меня приятно порадовал. Ушло около 300 грамм. Это моточки по 50 грамм 180 метров. Мой цвет 76. Это песочный или светло-бежевый. Жилет выглядит примерно одинаково спереди и сзади. Одинаково вывязаны проймы. Вязала на спицах 2,5. Снизу вверх, отдельно перед и спинку. Сначала я вывязала снизу до пройм. Просто прямоугольники. И, кстати, проймы у меня начинаются по линии под грудью. То есть они большие и низко опущенные. Позже я вывязывала проймы. Формировала их при помощи убавлений. И спереди и сзади абсолютно одинаково. Дойдя до верха, я вывязала углубления. По переду и по спинке. И по переду горловина углублена ниже, чем по спине. После того, как я связала две основные части, я их сшила с помощью матрасного шва. Он выглядит достаточно аккуратно. Оформила проймы с помощью планки резинкой 1х1 и спущенных лицевых петель. И приступила к вязанию горловины. С горловиной мне пришлось помучиться. Наверное, опущу жилет, поскольку он достаточно тяжелый и сложно держать на одной руке. Дело в том, что изначально я задумывала вот именно такую горловину. Двойную, руликом, как мы привыкли вязать в последнее время на шерстяных изделиях. Но дело в том, что полотно, связанное из хлопка, гораздо менее эластичное и подвижное, чем полотно, связанное из шерсти. Но изначально я связала именно по варианту, как мы вяжем в последнее время из шерсти. То есть мы примерно делим нашу горловину в разложенном виде. Не в сложенном в два, а в разложенном. Делим примерно на три части. Нижнюю вяжем на спицах большего размера. Среднюю часть переходим на спицы меньшего размера, тоньше. И последнюю часть снова возвращаемся на спицы большего размера. Потом соединяем горловину. Если мы вязали изделие снизу вверх, то прикиплевываем. А если сверху вниз, то мы начинаем с горловины. А следовательно, там можно соединить петли наборного края и последнего ряда с помощью провязывания по две петли вместе с каждой спицы. Но дело в том, что этот вариант на хлопке совершенно не получился. Сзади у меня стало образовываться лишнее пространство, как горб на спине. Я распустила и решила, что хорошо, если хлопок не ведет себя как шерсть, то я просто изменю немного модель и решила, что свяжу высокую стойку горла. Но при этом я поняла, что нужно сделать убавки. И решила, что эти убавки будут по спинке. В этом мне помог мой молодой человек Илья. Он мне помогал с примеркой. Он просто подошел и зажал сзади вот этот лишний кусок ткани. И мы поняли, что нужно сделать убавки. Нужно как-то убрать вот это лишнее. И я вязала трубу вверх резинкой 1х1. Также сначала вязала на спицах большего размера 2,5. А потом перешла на спицы 2 мм. И вязала вверх трубу примерно на 8 см вверх. Делая убавки по спинке и образуя вот такой шовчик с небольшой периодичностью. Но после того, как я примерила, связав полностью горловину, оказалось, что она достаточно сильно облегает мне горло. И той стойки такой широкой не получилось. Я расстроилась. Но сложив вот так в два раза, поняла, что наконец-то получился тот рулик, который я задумывала. Но мне все-таки нужно было переделать для того, чтобы при китлевании вернуться к изначально набранному на горловину количеству петель. Поэтому я распустила свою трубу до середины и продолжила вязать вверх. Но делая уже не убавки на облегание этой горловины, а делая прибавки, то есть отзеркаливая свое вязание. Таким образом я вернула те петли, которые сначала убавила, и вернулась к изначально набранному количеству. Позже я прикитлевала. Надеюсь, что эта информация может оказаться для вас полезной, поскольку работать с хлопком в некоторых моментах достаточно сложно. Но это возможно. Позже я вот здесь решила оформить место китлевки вот такой цепочкой. Увидела этот способ в одном из видео Ольги Кондратьевой, в ее видео о буретной футболке. Она так оформляла тоже горловину. И я решила, что вот такая деталь дополнит мое изделие, сделает его законченным. И, по-моему, эта идея удалась. У меня и спереди, и сзади вот такая цепочка. Кстати, стоит такая цепочка копейки. Я буквально 30 рублей отдала за 60 необходимых мне сантиметров. Продается в обычных магазинах фурнитуры, там, где продаются молнии, какие-то замочки и так далее. В целом, работать с этой пряжей мне очень понравилось. Она мягкая, очень хорошо ложится в полотно вязанное, даже до ВТО. Это очень необычно, поскольку мы все знаем, что работать с летним составом достаточно сложно. Нужно очень-очень аккуратно вязать само полотно, поскольку после ВТО летние составы плохо раскрываются, плохо изменяются. Но эта пряжа меня порадовала в этом плане. Она хорошо ложится в изделие, вязаная, и немного даже изменяется после ВТО. Ее комфортно вязать, ее комфортно носить. Приятный расход, но полотно из хлопка получилось легко мнущимся, достаточно плотным. Оно малоэластичное и плохо драпируется. А сама модель мне очень понравилась, поэтому я думаю, что, скорее всего, я повторю этот жилет. Но уже в шерстяной пряже подойду более основательно к выбору пряжи для этого проекта. Ведь как получилось, эта пряжа не была куплена для этого жилета. Эта пряжа была куплена для совсем другой идеи, для ТОПа летнего. Но она лежала какое-то время, ждала своей очереди. И со мной так случается, что пока пряжа отлеживается, я могу перегореть какой-то идеей и уже к ней не возвращаться. Так и произошло. Я перегорела и не стала вязать тот задуманный ТОП. Пряжа лежала, и я решила ее все-таки применить вот в такое изделие. В общем, постараюсь повторить это изделие в шерстяной пряже, в более такой текучей, струящейся. Поэтому, если вы знаете, какая пряжа может хорошо подойти под такое изделие, поделитесь со мной в комментариях. Для меня будет это очень полезная информация. И это последнее изделие из моего летнего вязания в этом сезоне. Теперь можно выдохнуть и, наконец-то, перейти к осенне-зимнему вязанию. Поскольку я уже очень соскучилась по вязанию джемперов, кардиганов, свитеров, по вязанию из шерстяной пряжи, которая совершенно по-другому ведет себя во время вязания, нежели летняя пряжа. По-другому ложится в полотно. Другой результат в итоге. И на самом деле я все лето готовилась к этому предстоящему сезону. Я постепенно покупала новую пряжу. В основном это бобинная пряжа на большие плечевые изделия. Поскольку именно в бобине я могу позволить себе достаточно хорошие составы. Кашемир, як и так далее. Но в моих покупках есть и моточная пряжа. И эта пряжа запасена для аксессуаров, шапок, перчаток, носков. В моих летних покупках присутствовали спицы. И одна из последних покупок, о которой я вам не рассказывала еще, это деревянные спицы. Я хочу поделиться с вами этой покупкой, поскольку совершила ее в первый раз не в магазине пряжи и инструментов. Этикетка выглядит вот так. Я ее уберу. Это, собственно, как в основном у всех спиц, когда вы их покупаете по отдельности. Просто в целлофане, картонка вставленная. Это спицы от Нитпро и называются они Джинджер. Выглядят они вот так. Это деревянные спицы 2,5 мм на леске 100 см. Спицы очень приятные в руке. У них достаточно хорошее место соединения стакана со спицей. Но вот этот переход к леске чувствуется, поскольку я уже попробовала вязать на них. И вот этот переход чувствуется. Мне есть с чем сравнить. На спицах от Чиагу и Хаяхая этого перехода совершенно нет. В целом леска достаточно мягкая, но она очень хорошо запоминает форму. Вот вы видите, она вся крутится. Но это, в принципе, не мешает при вязании, поскольку она действительно достаточно мягкая. Хотя с Хаяхая опять же не сравнится. В целом это достаточно бюджетный вариант спиц. Или можно сказать, наверное, спицы среднего сегмента. Поскольку я отдала за них 400 рублей и купила их на сайте Wildberries. Дело в том, что в ближайшее время я буду вязать водолазку для себя. И вязать ее из бобинной пряжи от Зенни Абарофа. Эта пряжа называется Кэшвул. И эта пряжа в бобине достаточно скользкая. Когда я вязала образец на металлических спицах Чиагу, весь образец был достаточно кривой. После ВТО пряжа преобразуется, но вот эта кривость, петель и рядность, она немного прослеживается. Я связала образец на других своих деревянных спицах. Это челочные воля-рёдель деревянные. И вот на деревянных спицах образец выглядит гораздо лучше. И тогда я поняла, что мне нужно купить спицы 2,5 мм деревянные на леске, для того, чтобы связать полностью изделие. Я остановила свой выбор именно на деревянных спицах от НИТПРО, поскольку у Чиагу и у Хаяхая спицы бамбуковые. И считается, что именно на бамбуковых спицах вязание идет тяжелее, чем на деревянных. То есть бамбуковые – это самый не скользящий материал. А мне нужно было что-то среднее между металлом и бамбуком. И я решила обратить внимание на деревянные спицы. И свой выбор остановила как раз-таки на спице Джинджер от НИТПРО, поскольку очень много положительных отзывов об этой новинке. Я начала студировать интернет-магазины пряжи и инструментов в поисках соотношения хорошего цены-качества. И лучший вариант, который я нашла, это был достаточно известный интернет-магазин. Я не буду его называть, но дело в том, что в итоге моя покупка оказалась по цене дешевле, чем стоимость доставки. Тогда я очень сильно расстроилась и подумала, что нет, видимо, мне спицы деревянные отдельно пока не купить. Но почему-то вспомнила о магазине Wildberries и начала искать там. И там эти спицы оказались мало того, что дешевле, чем в интернет-магазинах пряжи, так они оказались бесплатной доставкой. Пришли достаточно быстро, за несколько дней, и вот эта покупка уже у меня. Поэтому я вам советую, если вам нужно что-то очень срочно купить, какой-то один моточек пряжи, а там достаточно много пряжи представлено в этом магазине Wildberries, или какой-то инструмент, то обратите на него внимание, поскольку действительно чаще это гораздо удобнее, чем заказывать инструмент или пряжу в маленьком количестве в интернет-магазинах специализированных. У нас очень жарко стоит, неимоверная жара на улице, и я уже в несколько подходов снимаю это видео, поскольку камеры просто перегреваются и отключаются. Поэтому я буду заканчивать уже это болтологическое видео. Мне кажется, я достаточно много наболтала, и все это как-то очень сумбурно. Но мне просто очень хочется уже закончить летнее вязание и начать вязать из осенне-зимней пряжи. И сейчас я вам хочу показать свой новый процесс, который я уже вяжу из теплой пряжи. Скорее всего, мало что будет понятно, но это мужская водолазка. Вяжу я ее сверху вниз регланом погон, и это мое первое изделие, которое я вяжу таким способом. И столкнулась с тем, что когда я искала информацию по поводу расчетов реглана погон, на ютубе мало информации по этому поводу, мало видео. И либо эти видео дают общую информацию, которую сложно применить на какие-то особенности фигуры, на индивидуальные расчеты. Либо попалось видео, которое с очень сложными расчетами, что я даже не смогла его досмотреть, а оно из нескольких частей. Поэтому я несколько дней просто не приступала к расчетам, поскольку не могла себя заставить. Но я вяжу эту вещь по уже существующей кофте. Это джемпер магазинный, он машинной вязки, очень тонкий. Связан, кстати, не регланом погон, а обычным классическим регланом. Но он очень хорошо сидит на моем молодом человеке, именно поэтому он взят за основу. По нему я снимаю мерки и также примеряю на модель эту вещь. Рассчитала, вяжу, получаю истинное удовольствие от вязания зимней пряжи. Кстати, про пряжу. Это пряжа бобинная от производителя Зения Барофа. Это артикул Эвок 90% мериносовой шерсти кардной и 10% кашемира. Вяжу я в три сложения эту пряжу, поскольку она достаточно тонкая. 1400 метров на 100 грамм. В три сложения у меня получается примерно 430-460 метров на 100 грамм. И вяжу я ее сразу от бобины, не перематывая, через петлю. Достаточно удобный способ, ну, по крайней мере, для шерстяной пряжи. Она не путается и достаточно легко вязать. Вяжу на спицах 3 мм, на спицах хая-хая и наслаждаюсь этим вязанием. Спицы отличнейшие, лицевую гладь на них вязать просто удовольствие. Они легкие, хорошо лежат в руке. У меня стилы, и это не самые острые спицы хая-хая. Примерно по остроте они напоминают чагу. И мне такими спицами очень комфортно вязать. Леска очень мягкая, податливая и совершенно не перекручивает полотно. В общем, вяжу, наслаждаюсь. Снимаю по этому процессу видео в формате истории одной вещи, которая, надеюсь, выйдет уже в августе. И думаю, в итоге мне будет чем с вами поделиться. Ну и по этому процессу все. А в ближайшее время на моем канале выйдет новое видео, в котором я хочу рассказать и показать свою новую осенне-зимнюю пряжу, которую я покупала. Рассказать о ее составе, о ее назначении, какими спицами я буду ее вязать. Хочу также поговорить с вами о трендах этого осенне-зимнего сезона предстоящего и о моих идеях, что я буду вязать, что я планирую. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ставьте пальчики вверх этому видео, если оно понравилось вам. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»